Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Акакия Синайского. Преподобный Акакий Синайский жил в VI веке и был послушником в одном монастыре. Смиренный инок отличался терпением и беспрекословным послушанием своему старцу, у которого был грубый характер. Он заставлял преподобного непомерно работать, морил его голодом, нещадно бил. Несмотря на такое обращение, преподобный Акакий кротко терпел невзгоды и благодарил Бога за все. Недолго, пробыв в таком тяжелом послушании, святой Акакий скончался. Старец через пять дней рассказал о смерти своего ученика другому старцу, который не поверил, что молодой инок умер. Тогда учитель Акакия позвал этого старца к могиле Акакия и громко спросил, «Брат Акакий, умер ли ты?» Из могилы раздался голос, «Нет, отче, не умер. Кто переносит послушание, не может умереть». Пораженный старец со слезами упал перед гробницей, прося прощения у своего ученика. После этого он изменился нравом, затворился в келье, близ погребения святого Акакия, в молитве и кротости окончил свою жизнь. Это сказание привел в Лествице преподобный Иоанн Лествичник, как пример терпения, послушания и награды за них. Наивысшая степень служения Господу – это подвиг мученичества. Мы ничего не можем принести Богу в дар, потому что все, что мы имеем, Божие. Взять хотя бы плоды земли. Если бы не Божия милость, не растворение воздухов, не дожди временные и невременные. Если бы солнце не согревало землю, мы не имели бы ничего. Мы берем у Бога и приносим Ему как свое, выращенное нами. Можно и в других отраслях человеческой деятельности привести множество подобных примеров, и мы увидим, что ничего не можем без помощи Божией, о которой в Священном Писании сказано «Без меня не можете творить ничего». Но человек может принести Господу высочайший дар – это дар мученичества. Один из святых отцов, обращаясь в молитве ко Господу, сказал «Господи, я не имею, что Тебе принести, ибо все Твоя от Твоих. Но вот сегодня мне предстоит стать перед сильными мира сего, и засвидетельствовать Твою великую любовь ко мне и ко всему человечеству. И если это возможно, прими от меня самый величайший дар – мою жизнь и мою кровь, за Тебя пролитую». Действительно, нет больше любви, чем положить душу свою за ближних, за друзей, за тех, кто называется чадами Божиими, и даже за врагов. Ибо Господь во время страданий святых людей приводит к вере даже безбожников, которые, видя добрые дела, прославляют Отца Небесного. Претерпевая страдания, мученики произрастают теми колосьями, которые, умирая здесь на земле, возносятся душами в Царствие Небесное. Подвиг преподобных отцов сродни подвигу мучеников. Как одни, исповедуя пред мучителями о своем вероисповедании, добровольно шли на смерть за Христа, так и другие, добровольно отрекаясь от всего мирского, как бы умирая для всех, радостно воспринимают благое иго, исполнение монашеских обетов, послушания, нестяжания и целомудрия. Постараемся и мы в эти спасительные дни поста умерить свои страсти, побороть свою гордыню и очистить сердце, предуготовив его к рождению Христа Спасителя. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Мученика Парамона и с ним 370 мучеников. Мученика Филумена, преподобного Нектария Печерского в ближних пещерах. Священомученика Сатурнина I, епископа Тулузского, священомученика Авива, епископа Некресского, святителя Мордария, священомученика Сергия Кочурова, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!